Очень скоро почти любого осуждаемого в педофилии смогут посадить пожизненно. В Госдуме приняли закон, о котором говорили несколько лет. Ускорила процесс, конечно, Костромская трагедия, где маленькую девочку похитили на улице днем. Причем один из преступников уже сидел за педофилию. По официальной статистике, с 2014 по 2019 годы число сексуализированных преступлений в отношении детей в России выросло почти в половину. Правда, пожизненное наказание для таких преступников одобряют не все. Ребенок будет вырастить, будет работать, будет отчислять какие-то средства, доход государства, на что будут кормить его насильникам. Андрей Мамаев уже несколько лет днями и ночами ищет в крае потерявшихся детей. Говорит, сколько несовершеннолетних теряются из-за педофилов, сообщить невозможно. Последний громкий случай – похищение мужчины с соседской девочки в Бийском районе. Там и на другательствах речи не шло, ведь отпустил он ее через два дня из-за шумихи. Но планировал держать три года. Слава Богу, слава Богу, живая. Счастливые все были, когда нашли. Там были девочки нетронутые. В Алтайском крае, кстати, единицы тех, кто отбыл пожизненно. За последние лет 15 данное наказание государственные обвинители просили примерно по пяти делам. Все это были дела об убийствах. Это интервью мы записывали до того, как Госдума сразу в нескольких чтениях приняла закон о пожизненной мере заключения для педофилов. Система наказания, она как раз и направлена на то, чтобы в зависимости от личности, в зависимости от человека, в зависимости от преступления, которое он совершил, ему назначалось наказание адекватной тяжести этого преступления и его личности. Иван Сироткин не раз повторил, что это крайняя мера. Ее назначают, когда ясно, человек уже не исправится. Кстати, по статистике всероссийского движения «Сдай педофила» процент повторного совершения сексуализированных преступлений – 97. По новому закону пожизненное заключение вынесут за рецидив, за впервые совершенное, но в отношении двух и более детей, а еще если преступление идет вместе с другим тяжким, например, насилием. Однако некоторые уверены, что все это борьба со следствием, а не причиной. Я за химическую кастрацию, я за жесткий контроль подобных людей. Откройте приложение «Яндекс.Такси». Вы, блин, видите, как к вам подъезжает машина в реальном времени. Разве нельзя на педофила, на человека, у которого есть такие отклонения, нацепить браслет, неснимаемый с GPS-датчиком, который будет показывать его место передвижения, место перемещения в реальном времени. Появился он рядом с детским садиком – все, красная лампочка загорелась. Но, к сожалению, каких-то тестов для выявления предрасположенности к педофилии до сих пор не существует. Поэтому вместе с законом общественники обсуждают еще один вопрос – бдительность населения. А депутаты намерены обсудить новые отягчающие обстоятельства. Например, если насильник проживает с ребенком или воспитывает его, работает в сфере образования, а еще рассматривает отмену срока давности этих преступлений. Субтитры создавал DimaTorzok